Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня мы продолжаем изучать экономическую теорию Маркса. У нас был небольшой перерыв, несколько месяцев. Я надеюсь, вы его потратили не зря и самостоятельно изучали те рекомендованные книги, работы, которые даны системе дистанционного обучения. Итак, наша задача – мы рассматриваем капиталистический способ производства. И соответствующие ему производственные отношения. Чтобы двинуться вперед, мы должны, как полагается, немного отойти назад. Также в диалектике мы знаем, что все течет, все изменяется, все рождается, проходят этапы своего развития и приходит, уступает место более развитому какому-то обществу. Не составляет исключения и капиталистический способ производства. И вот наша задача сегодня – рассмотреть, какие этапы проходит капитализм. Давайте вспомним немного истории. Тот период, когда Карл Маркс написал «Капитал», где изложил, раз, развернул нам систему капиталистических производственных отношений. Это где-то середина, будем считать, XIX века. Так вот, к этому времени капиталистические производственные отношения уже развились и устоялись в наиболее развитых странах. Это Германия, Франция, Великобритания и еще, можно сказать, продолжите этот список. А что дальше? А капитализм возник на основе товарного производства. Я напомню, что капитализм, его понятие – это та стадия развития или тот этап, та фаза развития товарного производства, когда рабочая сила становится товаром. И все. Или всеобщее товарного производства. А что дальше? Куда дальше-то идет капитализм? Потому что апологеты, это важный вопрос, потому что апологеты, то есть защитники капиталистического строя, говорят, он вечный. Вот раз навсегда данный, когда-то родился, пришел на смену феодализму и будет вечен. Но это не так. Вот давайте рассматривать. Значит, середина XIX века. Вот вся система капиталистических отношений в развитии дана маршем в капитале. Я обращаю внимание всех слушателей вас на параграф седьмой. Вот возьмем первый том. Одна из последних глав, 24 глава, параграф седьмой. Называется «Историческая тенденция капиталистического накопления». В этом параграфе Марс как бы с одной стороны подводит итог всему тому, что он написал, развернул в первом томе и показывает некоторые тенденции того, куда пойдет развитие капитализма. Давайте вспомним некоторые его основные положения. Вот капитализм. Те экономические законы, которые лежат там, в сущности явлений, они на поверхности выражаются в виде принудительных законов капиталистической конкуренции. То есть какая цель капиталистического производства? Я думаю, вы знаете. Получение прибыли. Получение прибыли. И капиталисты, вот, а капиталисты есть ничто иное, как, никто иной, как персонифицированный капитал. То есть он воплощает капитал. И в его голове вот эта цель преломляется, говорит, сознание в его действиях определенных. Получить как можно больше прибыли. Но в сфере действительности эти законы действуют как законы конкуренции. Значит, что должен делать капиталист, чтобы получить больше прибыли? Определенные действия, так? И вот эти действия, они как бы с одной стороны позволяют ему себя сохранить, и, так сказать, самовозрасти, да, как представители капитала. Но с другой стороны, они приводят к определенным последствиям. Ну, это на поверхности явления, я думаю, достаточно просто. Вот много капиталов, много капиталистов. Они между собой конкурируют за получение большей прибыли. Какие они делают действия? Ну, прежде всего, внедряют какие-то новшества, повышают производительность труда. Но в конечном итоге они побивают своих конкурентов. Ведь конкурентная борьба – это очень простая борьба. Либо ты, либо тебе. И вот в результате этой конкурентной борьбы происходит определенные действия, определенные последствия. А именно, то есть происходит укропнение капиталов. Ну, еще раз. В итоге конкурентной борьбы наиболее удачливые, наиболее предприимчивые, наиболее энергичные прибиваются в люди, а другие разоряются. В итоге, что происходит? Укропнение этих капиталов. Отличное количество конкурентов. С другой стороны, совершенно верно. Мы, как диалектии, должны верить одну сторону и другую. В политической экономии вы встретите определенные термины, которые характеризуют этот процесс. Концентрация производства и капитала. Централизация производства и капитала. Есть связанные, но несколько другие. Обобществление производства. Ну, кратко пробежим. Концентрация производства. Это когда какой-то капиталист, скажем, на принадлежащем заводе, организует строительство новых цехов, новой техники. Вот он, капиталы увеличиваются. Концентрация происходит. Централизация. Он побивает конкурента и, скажем, поглощает то, что те предприятия, те капиталы, которые принадлежали конкуренту, и у него, его капитал увеличивается. Это централизация капитала. То есть, вот такие процессы. Значит, Марс увидел их как тенденции, которые пробивали в море этой конкурентной борьбы. И того этапа, первоначального этапа развития капитализма, который получил название капитализм свободной конкуренции. Это мечта всех либералов, всех времен и народов, включая сегодняшний. Ну нет, не так все просто получается. То есть, смотрите, какое противоречие. То есть, есть цель капитализма, да, получения прибыли. Капитализм, все капиталисты должны предпринимать определенные действия. И эти действия приводят к тому, что мир капитала, сам капитализм, как бы втискивается, вползает в новый порядок, в новый мир отношений противоположной капиталистической конкуренции. Потому что на место конкуренции приходит монополия. Монополия, то есть, крупнейшие на место, ну, большого количества капиталов, которые конкурируют между собой за получение прибыли. Получается несколько монополий. То есть, крупнейшие капиталистические предприятия, которые диктуют условия всем остальным. И на рынке сырья, и на рынке сбыта, и другим вопросом. Вот, кстати, мы рассматривали на прошлом занятии, в октябре, норму прибыли. Я обращаю ваше внимание. Норма прибыли – отношение прибавочной стоимости к всего авансированному капиталу. Се плюс ве. Есть еще какая тенденция, существует при капитализме. Это рост органического строения капитала. Органическое строение капитала – это отношение цеквы, отношение постоянного капитала к переменному. Ну, проще говоря, по мере развития капитализма, да, наверное, и любого общества, но в данном случае капитализма, на каждого рабочего приходится все больше и больше стомостного, так сказать, выражения техники. А, соответственно, если мы посмотрим на эту формулу, прибавочная стоимость напрямую зависит от В, от переменного капитала, а С растет быстрее В. Соответственно, знаменатель растет быстрее числителя. Значит, что будет происходить с нормой прибыли? Падать. Совершенно верно. То есть, какое противоречивое действие получается? Вот капиталисты, исходя из лучших побуждений, получения большей прибыли, внедряют новую технику, новую организацию труда, строят новые заводы. А в итоге, к чему они приходят? К снижению нормы прибыли. Ну, это такой закон-тенденция в условиях капитализма. Это крайне не отдельное происходило. Совершенно верно. Это десятилетиями, если не столетиями. И Марс не случайно сказал, как о тенденции. Но это попутно. То есть, в недрах капитализма идут такие движения, тенденции, которые его, как же это, подрывают вот ту основу, на которой он изиждется, товарная основа, и втискают его в новый порядок, или в новую систему производственных отношений. Ну, вот то, что Марс увидел как тенденция, она воплотилась в жизнь в конце 19-го, начале 20-го веков. Вот когда мы говорим, когда я отхожу в сторону, вот гениальный ученый. Почему он гениальный? Тот или иной ученый в той или иной области. Потому что вот он предвидел, он сделал истинные открытия, которые потом через несколько, через много лет показали. И жизнь показала, что вот они правильные, истинные. Вот и Марс увидел только тенденции, куда будет развиваться капитализм. И через 50 лет, через полстолетия, жизнь, вот развитие капитализма показало, что да, вот он пришел к этому новому своему состоянию. Ну, вот научное знамя, которое поднял Марс Энгельс и подхватил Владимир Ильич Ленин, который как раз и жил, творил, работал в эту эпоху. И он написал замечательную работу, которая называется «Империализм как высшая стадия капитализма». Настоятельно рекомендую вам ее прочитать. В отличие от многотомного капитала, эта работа небольшая по объему. И сам Ленин называл ее популярным очерком. То есть она написана таким блестящим языком. С одной стороны, научным, с другой стороны, публицистическим. Так вот, на какие моменты, которые происходили в развитии современного капитализма, обратил внимание Владимир Ильич Ленин. Вот мы с вами вкратце пройдемся. То есть если взять сферу производства, как основную сферу производства, то есть там развитие конкуренции, ход действия конкуренции приводил к тому, я подытоживаю, с чего начал, что выделяются сначала крупные, тем крупнейшие капиталы, тем монополии. То есть те капиталы, которые вообще диктуют все условия другим. Кроме сферы производства, есть сфера обращения, которая господствует, имеется в виду денежного обращения, где господствуют банки. А банки, напомню, это тоже капиталистические предприятия, которые заняты обслуживанием производства через сферу обращения, если коротко. Так вот, этот процесс концентрации, централизации капиталов, соответственно, монополизации, он не мог не миновать и сферу обращения, в том числе денежного обращения? Конечно, нет. Эти процессы происходили и вот среди банковской, банковской структур. То есть среди массы банков происходила конкурентная борьба, в результате которой образовались крупные или крупнейшие банки, монополии, которые диктовали свои условия уже и в сфере обращения. Но на этом процессы вот этой концентрации, централизации капитала, монополизации не остановились. Происходило слияние или сращивание банковского капитала с промышленным капиталом. Но чем занимается банк? Вот взять банковские капиталы, промышленные, но прежде всего расчет на кассу и обслуживать. Вот в эпоху свободной конкуренции не только капитализм развивался в сфере производства, в торговой сфере, но и в банковской. Появились банки, которые занимались, прежде всего, расчетами между функционирующими капиталистами. Затем вторая функция банков. Они аккумулировали, собирались, хранили временно свободные денежные средства капиталистов. Третье. Они предоставляли кредиты или займы тем капиталистам, которые в них нуждались. Нет, это одна из основных функций банков. За счет этого они получают свою прибыль. Точнее, промышленные и торговые капиталисты вынуждены делиться своей прибыли с банковским капиталом, с банкирами. Но когда наступил определенный момент, когда банки стали монополистами судного капитала. Вообще ни один капиталист, ни промышленный, ни торговый, ни большой, ни маленький без кредитов жить не может. Это, как говорится, обычное такое явление для капитализма. Но когда вместо банков появились банковские монополии, то есть монополисты судного капитала, они уже стали диктовать условия промышленным и торговым капиталистам. И происходило сращивание банковского капитала и промышленного. И появился новый вид капитала, который получил название финансовый капитал. Понятие финансового капитала это банковский монополистический капитал, сросшийся с промышленным монополистическим капиталом. Ну, пути сращивания многообразная жизнь показывала, Владимир Ленин в своей работе об этом пишет. Много путей, например, владение акциями. Когда крупнейшие банки являются владельцем каких-то пакетов акций промышленных капиталей. И наоборот, через личное участие представителей банковского капитала в советах директоров промышленных компаний, и наоборот. Через систему участий так называемых дочерних компаний и много-много других путей. Ну, это кто будет интересоваться, может, так сказать, посмотреть в специальной литературе. А мы пойдем дальше. Значит, на место вот этой миллиардной массы мелких, средних, крупных капиталистов характерных для периода свободной конкуренции, появился финансовый капитал. Ну, а представители финансового капитала получили название финансовая олигархия. Вот у нас иногда пользуются этим словом олигархи, направо-налево. Ну, я думаю, что мы должны, как бы, владеть точными понятиями. Значит, финансовая олигархия – это представители финансового капитала. Но на этом развитие и движение капитализма тоже не останавливается. Итак, вот возьмем какую-то страну, любую, крупную, там, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Германия, Россию, имеется в виду царскую Россию того периода. Значит, внутри этих стран происходили вот эти процессы – концентрация и централизация производства, образование монополий, промышленности, банковской сферы, слияние тех и других, образование финансового капитала. Ну что, на этом заканчивается действие финансового капитала? Какая у него цель-то? Расти, самовозрастать, все больше и больше и больше. И внутри своих стран, своих национальных экономий становится тесно. А капиталы доросли до таких громадных размеров, что вот куда-то их нужно прикладывать. В ком они висели? За пределы стран. За пределы стран. И получил наибольшее развитие в этот период вывоз капитала. То есть, если для периода свободной конкуренции был характерен вывоз товаров, понятно, в какой-то стране производили на капиталистических предприятиях товары, вывозили за границу, продавали, получали прибыль и так далее, то в период уже монополистического капитализма наибольшее решающее значение по отношению к вывозу товаров получил вывоз капитала. Есть точное понятие вывоза капитала. Вывоз за рубеж стоимости с целью извлечения прибавочной стоимости. Ну, если по-простому, когда капиталист из одной стороны, монополист, крупный капитал, в другой стране строит, на свои эти деньги ему строят завод, и он начинает эксплуатировать рабочую из других стран. Выкачивать из них прибавочную стоимость и вывозить прибыль. То есть, вот чувствуете различия уже? Вывоз товаров вроде как сегодня есть, завтра нет. А здесь уже вот эти капиталистические отношения, господство монополистического финансового капитала, вы знаете, вот так щупальца, корни пустили, в виде принадлежащих им заводов, на которые работают наемные рабочие, из которых высасываются все соки. А прибавочная стоимость. В наше время же получается, что не обязательно даже уже и заводы строить за рубежом. Достаточно включить их в цепочки какие-то. Местные будут строить заводы, местные же будут работать, а прибыль будет уходить за рубеж. Значит, мы дойдем до этого момента. Главное нам не забыть. Но мы не закончили на этом. То есть, на вывозе капитала дело не заканчивается. То есть, вывоз капитала – это как бы такой основной инструмент экспансии финансового капитала крупнейших государств капиталистических. И вот эта экспансия доводит до экономического раздела мира между крупнейшими, скажем так, государствами, монополистическими, империалистическими. Между ними складываются союзы. Понятное дело, союзы временные – другой вопрос. Как лучше, скажем так, поделить? Причем эти союзы, они не такие добровольные. Это в результате жесточайшей конкурентной борьбы и войн. И вот эта борьба за территориальный раздел мира довела до образования колониальной системы. То есть, на рубеже 19-го и 20-го веков произошло следующее. Капитализм из капитализма свободной конкуренции перерос в монополистический капитализм, который довел, скажем, до территориального, экономического и территориального раздела всего мира между крупнейшими империалистическими государствами и образованием колониальной системы. Ну вот, если совсем вкратце пробежаться по истории развития капитализма, то есть он проходит два этапа. Первый этап – капитализм, экономическая основа образования капитализма – это товарное производство. Первый этап – это капитализм в свободной конкуренции. И затем капитализм в свободной конкуренции переходит в монополистический капитализм. Здесь короткое определение. Что такое империализм? Монополистический капитализм. Можно сказать очень коротко, это будет совершенно правильный ответ. Это монополистический капитализм. Или более точнее, это монополистическая стадия капитализма. Можно дать развернутые. Елене в своей работе дают и короткое определение, и развернутые. То есть империализм – это определенная ступень развития капитализма, когда основные… Сейчас, значит, ступень развития, когда получает развитие монополий в сфере производства, банковские монополии. На основе сращивания банковского монополистического и промышленного монополистического капитала образуется финансовый капитал и финансовая олигархия. Происходит раздел мира между союзами капиталистов и образование колониальной системы империализма. То есть рейтальный его раздел. Ну, давайте вспомним историю. Можем… Время бежит неумолимо. Подведем некоторые итоги и соберем урожай. Значит, конец 19-го, начало 20-го века. Во всем мире, на этом можно сказать, что сформировалась капиталистическая система. Не будем брать какие-то отдельные далекие районы, где еще, может быть, остатки первобытного общинного строя. Были, они, так сказать, не характеризуют целую общую ситуацию. То есть весь мир был капиталистический. И он перешел весь капиталистический мир в стадию монополистического капитализма. Первый вопрос. А все ли страны были империалистические? Можно ли назвать, что все страны… Если весь капиталист стал монополистическим, и все страны стали империалистическими. Это вот особенно актуально сейчас. Некоторые товарищи, так сказать, и блогеры, и прочее, прочее, такой придерживается позиции. Вот если взять мир капитала, капиталистическую часть мира, там все страны империалистические. Только есть большие империалисты, а есть маленькие империалисты. Нет, это будет неверно. То есть к собственным империалистическим странам, или их назовем империалистическим хищникам, империалистическим разбойникам, можно отнести только те крупнейшие капиталистические или монополистические страны, которые вот между собой поделили в результате жесточенной конкурентной борьбы мир и эксплуатируют его. Остальные страны. Вот если мы посмотрим на сто лет назад, какие страны можно было отнести к собственным империалистическим разбойникам. Великобритания, Франция, Германия, США. На старом свете Великобритания, Франция, Германия, за океаном США, на востоке Япония, ну и Россия. Но во всяком случае в работе империализм, как в ищущая стадия капитализма, Ленин об этих шести странах однозначно говорит. Как империалистично. Это другой вопрос, что в этой работе слово социализм не употребляет. Это другой разговор. А так это собственные империалистические страны. А все остальные страны, зависимые от этих хищников, ограбляемыми, эксплуатируемыми. Это первый вопрос. Второе. Ну вот свершилось такое, село, то есть определенное историческое развитие, такое разделение сил. Это что, раз и навсегда, она вечно данная. Нет. Потому что в условиях империализма действует закон, экономический закон, закон неравномерности экономического и политического развития стран. Следствием которого является, что на арену, на арене, появляются какие-то новые игроки, новые страны. Ну а старые империалисты как бы отходят на второй план. Почему, сказать, все это происходит не просто высоченные экономические, политические борьбы, это результат войн мировых. Потому что 20 век знал как минимум две, первую и вторую мировую войну. Так вот, если мы посмотрим через 50 лет, после второго мировой войны, какие произошли изменения. Да, я извиняюсь, надо было закончить. Ну вот капитализм перерос в свою высшую и последнюю стадию. Ленин называют как? Последняя стадия, да? И высшая стадия. А дальше, за этой стадией, что будет? Ну и есть еще одна ступенька, ступенька, которая получила название государственный монополистический капитализм. Это тоже монополистический капитализм. Просто он же тоже не останавливается в своем развитии. Наступает такая ситуация, когда уже буржуазное государство, а государство – это есть орган политической надстройки. Но государство, как орган политической надстройки, уже вынуждено в силу объективно-экономического хода развития уже, так сказать, нехорошее слово вмешиваться, а во всяком случае участвовать в экономической деятельности. И вот происходит сращивание силы буржуазного государства и силы финансового капитала в единый такой кулак, в единый такой механизм. Но это только определенная ступенька. А вот дальше, после государственного монополистического капитализма никаких промежуточных ступеней между ступенькой, называемой государственным монополистическим капитализмом и социализмом, нет. Пример 1917 год, прорыв вот этой цепи, этого звена капиталистического. Советская Россия, социалистическая революция, начало строительства социализма. И вообще характер современной эпохи, вы знаете, это переход от капитализма к коммунизму в всемирном масштабе. Но мы, как диалистики, должны понимать, что это не такое донаправленное движение, но это борьба, это революция и контрреволюция, что мы имеем сейчас. Но это отдельный разговор. Так вот, возвращаемся к тому. После Второй мировой войны. Ну, во-первых, из лагеря капитализма ушла Советская Россия. Ну, вспомните, она была в числе списка империалистических разбойников. Теперь она составляла ядро социалистического лагеря. Вторые изменения. Я думаю, мы это можем сейчас вместе вспомнить. Кто вышел победителем? Неправильным победителем. Есть такие термины экономические, выгодоприобретатель, бенефициары Второй мировой войны. Значит, Германия, поражение, Япония, тоже поражение Великобритания с Францией ослаблены. Значит, на этом рынке крупнейших империалистических хищников остались Соединённые Штаты Америки. Не просто остались, они стали самыми крупными. Они стали диктовать условия всем остальным. А все остальные это их сателлиты. Причём Соединённые Штаты Америки была создана такая система, которая, говорится, не подкопаться во всех отношениях, во всех областях. И прежде всего финансовая система ограбления всего мира. Ведь мы будем рассматривать на втором части отдельные элементы. А вот что, если посмотрим и конец 20-го, начала 21-го века в ряде социалистических стран, но прежде в Советском Союзе произошли. Контрреволюции образовалась, так сказать, буржуазная Россия на базе разрушенного СССР, мелкие государства. Куда они попадают? В какой лагерь? В зависимости. Нет, они попадают из социалистического, если контрреволюция произошла, в капиталистический лагерь. А он у нас монополистический. То есть никакого другого капитализма, кроме как империалистического, сейчас нет. И нет уже более 100 лет. И, соответственно, они попадают в разряд, можно предположить, зависимых от более крупных хищников. И прежде крупнейшие капиталистические акулы Соединенных Штатов Америки. Так, какие еще моменты мы должны здесь оттенить? Вот возникает вопрос, а как быть с тем фундаментом, с той основой, на которой базируется капитализм, а именно товарное производство, в отношении товарного производства? Ведь монополия это противоположность товарному производству? Свободная конкуренция противоположна? Противоположна. Вот как они соотносятся? Ну, здесь без диалектики нам никак не обойтись. Без диалектики никак не обойтись. То есть, с одной стороны, капитализм, вот он втиснулся, вошел в этот порядок, который является прямой противоположностью первоначальному товарному производству. А с другой стороны, еще раз, значит, монополистический капитализм это фаза капитализма, а капитализм это фаза развития, или ступень развития товарного производства. До тех пор, пока будет капитализм, значит, никуда товарное производство, отношение товарного производства не денутся. Монополия что производит? Товары? Товары. Рабочая сила у нас остается товаром? Остается товаром. То есть, вот эти базовые отношения, они никуда не денутся. Но вот в этом противоречивом единстве будет продолжаться развитие капитализма. Оно продолжается. Вот у Ленина была такая вот тоже теоретическая проблема. Вот он как ее разрешил? Писал. Он как публицист блестящий находил такие очень яркие формулировки. Вот он писал о соотношении общих свойств империализма и товарного производства. Товарное производство еще царит и считается основой всего хозяйства. Но на деле оно уже поддорвано и главные прибыли достаются гением в кавычках финансовых проделок. Ну, имеется в виду финансовый капитал представители. То есть, мы имеем противоречивое единство свободной конкуренции и монополии. Как он пишет, черты чего-то переходного, какой-то смеси свободной конкуренции с монополией. Вот это такой первый вопрос. Второе, а вот как будет социализм, который идет на смену капитализму. Вот в 1917 году в слабейшем звене монополистических стран произошел разрыв в России, произошла социалистическая революция и началось строительство социализма. Вот откуда берутся социалистические отношения? Ну, поскольку все страны были, был господством капитализма, очевидно, предпосылки социализма, они возникают в капитализме. То есть, капитализм, образно говоря, это мать социализма. Но есть отличие между тем, как капитализм вышел из феодализма и как социализм выходит из капитализма. Если еще в недрах капитализма, вот живой феодальный строй страны, внутри развиваются капиталистические отношения. И развивается до такой степени, когда только останется сменить политическую надстройку. Вот этот новый класс, который уже в недрах феодализма существует, класс капиталистов, он сметает монархии, аристократию и утверждает власть. И тем самым дает зеленый свет развития капитализма. А внутри капитализма социалистические производственные отношения не возникают. Это такой основополагающий тезис. Единственное, что Ленин внес уточнение в этот тезис, в это положение, рассмотрев высшую стадию капитализма, империализма, за исключением наиболее развитых форм. Например, банковская система. Вот в Советской России рабочий класс совершил революцию, установил диктатуру пролетариата, взял власть в свои руки. Стоит задача строить новые экономические отношения. Зачем разрушать банковскую систему? Не нужно. Вообще банковская система всеобразное выражение Владимира Ильича это нервные узлы всей экономики. Они выполняют важнейшую функцию. Надо только их объединить в эти массу коммерческих банков в один государственный банк, что и было сделано. Также другие, например, почта или железные дороги. Нужно разрушать единую сеть железных дорог. Смысла нет. А вот дальше, конечно, нужно строить отношения. Но это у нас другой вопрос. Так, и что еще? Надо сказать. историческое место империализма. Получается, какое оно? Первое – монополистический капитализм. О чем мы говорили? Ленин использовал такое определение как паразитический. Паразитический в том плане, что эта система господства финансового капитала в целом во всем мире, даже над другими странами. Какие здесь примеры? Первое – вывоз капитала. Есть такое образное выражение, что вывоз капитала – это паразитизм в квадрате. Почему? Ну, понятно, что когда капиталисты эксплуатируют трудящиеся в своей стране, это по сути дела паразитизм. А вывоз капитала – это паразитизм в квадрате, еще эксплуатируются трудящиеся других страны. Появление огромного слоя рантье. Кто такие рантье? Ничего не государственные, частные сначала, а потом же целые государственные. Рантье – это лица, ну, да, это правильно, это лица, которые, здесь два момента, они отделены от участия в какое-либо предприятии, непосредственное участие, а живут на проценты, от капитала. Владельцы ценных бумаг. В том числе, прежде всего, владельцы ценных бумаг, Вот рантье. Какими-то путями, когда-то они нажились большие, так сказать, суммы денег, затем купили акции, если, скажем, сдавать в аренду помещение, хоть какая-то деятельность здесь есть. А вот покупка акций, вообще, сиди, занимайся. основную деятельность у этих рантьей какой-то праздности. Особенно ты знаешь, что-то произойдет, подорожает земля где-нибудь, которую потом выстрелили. Ну, это уже попутно. там можно выиграть, можно проиграть, а в целом, говорим, как основное положение. позднее феодалов-то, чем рантье. Ну, феодализм у нас сдает на свою землю сидеть и на процент живет владельцы рантье. Ну, феодалов-то сейчас нету, а рантье есть, конечно. Вот в те времена бывшие, еще оставшиеся в живых, да, аристократы, владельцы земель и прочее, прочее, да, они превратились в рантье. Всего у них остались номинально титулы и прочее, а так они стали представителем этого слова праздно-шатающих, живущих за счет доходов на капитал, точнее, на проценты от капитала. Виктор Иванович, сейчас приходишь в банк и стоит бабушка или дедушка впереди и говорит, а я хочу снять процент из депозита, который у вас есть. То есть это бабушка, дедушка это каким-то путем там денежку большую вложили в этот банк и они живут на эти проценты. А вот надо посчитать размеры этих процентов и сопоставим. В целом по банкам процент у нас довольно низкий, но если база финансовая, вот давайте посчитаем, то есть деньги большие, то там приличный срок. Вот у кого есть калькулятор? Мы сделаем элементарный простой расчет. Вот сейчас наша статистика, не знаю, там за 20-30 лет опубликовала сколько у нас пенсионеров. Там получилось 41 миллион плюс-минус. И средний размер пенсии 20 600 рублей. Ну и понятное дело совершенно справедливо стали очень много, большое количество журналистов и прочих блогеров говорить, ну вообще на эти деньги прожить нельзя. Ну давайте посчитаем. Предположим, обратный подсчет сделаем. Вот чтобы получить еще 20 600 в виде процентов. Вот какой сейчас процент? Ну сейчас инфляция у нас приличная. Возьмем 7 процентов. Кто посчитает? Посчитайте. 20, нет, 20, 60 умножьте на 12, во-первых. Это же годовой нужно взять. 240, 250 тысяч где-то будет, и разделить на 7 процентов. 20, 60 на 12? Умножьте на 12. Ну возьмите 250 тысяч приблизительно будет. 17 тысяч. Сколько? 17 тысяч. Да нет. Как я умножу? 250 тысяч надо разделить на 7 процентов. Это годовы сейчас 7 процентов. Значит, сколько он должен иметь вклад, чтобы получать в год 250 тысяч. Это где-то 3 миллиона 530 тысяч. Вот давайте. 3 с половиной миллиона. Много у нас бабушек и дедушек имеют 3 с половиной миллиона. Да ну что вы смеетесь? Ну дай бог 100 тысяч, ну 200 тысяч. Значит, это не выгодно снимать ежемесяч. Может я кушу не ясно. У вас снимают тысяч уже, понимаете? Нет, уважаемые. Не пересечено снимают. Вот если у нее, вот дай бог накопили они свою трудовую жизнь 200 тысяч, 300, 400, 500, это крохи. Поэтому никак их нельзя отнести к ранте, которые живут на проценты капитала. Они не живут, они существуют на вот эти крохи 20 600 рублей. Еще к ним 2-3 тысячи, которые получают от этих процентов. Это не то совсем. Инфляция больше съедает. Это вы знаете. Так, мы должны закончить. Значит, появление слоя ранте. Характерная черта монополистического капитализма. Следующая тенденция к застою. Ну, давайте представим, монополия. Ну, период свободной конкуренции. Мечта либералов. Вот что должен делать капиталист? Должен выбиваться в люди, побивать конкурентов, повышать производительность труда. внедрять какие-то новости. Если он не будет это делать, его побьют. Выкинут его. Разорят. А если вот он побил всех своих конкурентов и стал монополистом, еще нет у него здесь конкурентов, то возникает что тогда? Тенденция к застою. Зачем ему внедрять, повышать производительность труда, если он и так монополист, если он захватил рынки сырья, захватил рынки сбыта и получает не просто прибыль, а сверхприбыль, монопольную прибыль. Ну вот безаккуратно надо выражаться, тенденция к застою, потому что конкуренция, так сказать, все-таки остается каких-то, так сказать, размеров, каких-то масштабах и вот такое противоречивое единство. Четвертое. Вернемся к капиталу Марса, вот к той седьмому параграфу 24 главы. Там еще один вывод замечательный, что вот идет развитие капитализма, усилится общественное, обобществление производства, усилится его общественный характер, а с другой стороны присвоение остается частным. Вот это противоречие развивается, обостряется и в конечном итоге разрешается. Каким образом? Что рабочий класс разрушает капитализм, берет власть в свои руки и осуществляется, устраняет капитализм. Это опасность существует, правильно? И наиболее, скажем, дальновидные капиталисты это понимают. Что они могут делать? Вот представители финансового капитала, которые не просто прибыль получают, или там среднюю прибыль, как в условиях капитализма свободной конкуренции, а монополистические прибыли или сверхприбыли можно подкупать. Да, профсоюзных вождей, рабочих вождей и верхнюю прослойку. Вот в тот период они получили название «label litenants» «рабочие лейтенанты». Это слой как-то буржуазихся, рабочих, главная опора буржуазии, агенты буржуазии в рабочем классе. Но вообще в целом вывод, что империализм, несмотря на все свои негативные вот эти нехорошие черты, характеристики, это переходный к новому строю. Ленин использовал такой термин как канун социалистической революции. Но чтобы это произошло, должны быть объективные и субъективные предпосылки. Это тема у нас отдельного разговора. Делаем перерыв. У него такие два момента есть у Ленина. С одной стороны, у него сращивание промышленного капиталов-планковским, а в другом месте у него подчинение промышленного капиталов-планковского. В итоге происходит подчинение. Если посмотреть на Америку, например, у них парки рулят. Плохим последствием. Желин, электро больше делает прибыль. Обратите внимание, с чего начинается монополизация с производства в промышленности. Затем у того развиления. Монополизация банковских сведений. А финансовый капитал понятия дал. Ведь какой? Не промышленный капитал, сросшийся с банковским, но наоборот. То есть это не случайно он на первое место поставил банковский капитал. Вот совершенно верно ответили. Вы тоже обратили внимание. Именно банковский капитал играет первую скрипку в этом процессе. А еще такой момент интересный. Вот зависимые страны. Не получается такая ситуация, что у Гетто Уэнгельса была такая фраза, что капиталистические страны показывают страну, которые начинают строить, это свое будущее. Развитие страны. Не получается такая ситуация, на самом деле, что не так, как я бы сказал, получается по-другому, что эти страны вечно остаются в состоянии зависимости. и там происходит стадия накопления капитала. Капитал не происходит как в России. Но у нас в Сирии будет вывоз капитала и вывоз денег. У нас происходит вывоз денег и ресурсов. И вот эти страны все время остаются в этом зависимом состоянии. Посмотрите, Кингис с Марксом сделали такой вывод на основании анализа капитализма, как он развивался в те годы. И они предположили, социалистические революции произойдут где-то одновременно в большинстве развитых стран. Они предположили развитые страны, Германия, Франция, Германия и так далее. А затем пришел реальный империализм. Ленин посмотрел и внес уточнение. Потому что уже действовал закон неравномерности экономического и политического развития. Какие-то страны могут застояться на этом атаке, какие-то рванут вперед, плечами потеснят других. И второе, слабым извиняю, ведь Россия тоже противоречивая была страна. С одной стороны, высокоразвитый государственно-монополистический капитализм был в России, а с другой стороны, одновременно отстало сельское хозяйство с сильнейшими феодальными пережитками, какие-то монополистические. Не феодальные пережитки еще экономические, не только технические, и технические совершенно верно, и экономические. А революция произошла там. То есть масса таких обстоятельств, субъективных и объективных факторов, которые сложились в России. Поэтому с учетом Ленина, я думаю, что так вот однозначно утверждать, что такое будет постоянно нельзя. И еще он сказал, я, будущий еще студентом, не обращал внимание на это дело. Характер современной эпохи. Вот казалось, да, революция все будет происходить в одно, в другое, в десятый, в десятый, в десятый, по нарастающей. А ведь у него написано было, что это период революции и контрреволюции. Вот гениальный человек, видел, понимал, что не обязательно будут, не только будут одни революции, и контрреволюции, что произошло. Поэтому если посмотреть вот так на сто лет, мы и видим. В 17-м году у нас революция, потом контрреволюция. Вот вернулись в мир капитала. По нашему плану полагается на втором часе обсуждение темы ответа на вопрос. Наиболее острый вопрос, который постоянно звучит, поднимается, является ли Россия империалистической страной, империалистической державой. Не знаю, столько мы выступали по этой теме. Но что мы имеем в области теории? Я же говорил, есть такие деятели, которые говорят, что весь мир капитала, они согласны, он находится в империалистической стадии, стадии монополистического капитализма. Соответственно, все страны, которые входят в этот лагерь, это, наверное, более 200 стран сегодня. Все являются империалистическими. Только вот этот большой империалист, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, а вот этот маленький империалист. Все они хищники и так далее. Вот не так давно Азербайджан пошел войной на Армению и что-то там кусок территории отвоевал. Империалист. А лет сколько там, 10, 15, 20, Армения же, да, пошла войной на Азербайджан и у него отвоевала кусок территории. Я сейчас не беру вопрос, кто прав, кто виноват. Армения тоже империалист. Ну, конечно, это не так наивно. Есть другие деятели, например, вот я ознакомился с брошюрой одного из теоретиков марксистско-ленинской партии Германии Штефана Энгеля. Называется «Возникновение новоимпериалистических стран». Она вышла в июле 2017 года. Так вот, он считает центральным вопросом сегодня, в конце 20-го, начале 21-го века, это возникновение ряда новоимпериалистических стран, так их называют. Он обозначает новоимпериалистическими странами группы из 14 стран. Это государство БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Государство МИСТ есть такая организация, Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция. Также туда относят Аргентина, Судовская Аравия, Катар, Агненно-Арабские Эмираты и Иран. Ну, а что касается того, что и Россию некоторые такие легковесные блогеры с трибуны чехом относят туда, хищнику эмпилистическому, я уж их перечислять не буду. Давайте разберем этот вопрос. Вы начали совершенно правильно, прошу продолжить вашу мысль. Я слышал, что вывод с капитала в России есть, какие-то предприятия в Африке, если наиболее крупные наши монополии, они пытаются делать предприятия в других странах. Таким образом, соответственно, там нужны ресурсы, частные военные компании у нас действуют, в Африке урана французов отжали, например, и так далее. Есть такие проявления у нас? Вот мы должны брать, наверное, не отдельные какие-то факты, а всю совокупность фактов, и брать их в единстве, чтобы посмотреть. Ну, давайте начнем с вывоза капитала. У нас преобладает вывоз денег, как я уже говорил. вывоз капитала... Значит, вот у Ленина такого признака вывоз капитала, как признак империализма, и его характеристика нет. Вот. Решающее значение вывоза капитала или преобладающее значение вывоза капитала над вывозом товаров. Совершенно верно. Поэтому применительно к России какой у нас объем вывоза товаров? Ну, в лучшие годы был 500 миллиардов долларов. Вот так крокнули. Я округляю. Вот после санкций где-то было 300-350 миллиардов долларов в год. Вывоз товаров. Зафиксировали, да, эту цифру. Вывоз капитала. Есть статистика, центральный банк дает. Нет. В 10 раз меньше. Порядка 30 миллиардов плюс-минус. Это называется ну, по-научному вывоз капитала. Я пока не захожу туда вглубь. Мы разберем, вывозили это капитал или нет. То есть вот первое, да. Вот, говорю, 300 миллиардов вывоз товаров и где-то 30 миллиардов так называемый вывоз капитала. Ну, уже не с поставим понятия. Я, кстати, обращаю ваше внимание, на сайте фонда рабочей академии разместили замечательную статью, кстати, слушателя второго курса университета Морозова и Елены Николаевны вместо России в капиталистической части мира. Прошло ознакомиться, там масса таких цифр и доказательств в развернутом виде. Так вот, коли мы начали с ввоза капитала. Вот первое. У меня, во всяком случае, уже вызывает вопросы. Все ли здесь чисто. Дальше смотрим. Вывоз капитала. Еще раз понятие, которое мы на первом части давали. Вывоз капитала. Вывоз стоимости за рубеж с целью получения прибавочной стоимости. по-простому, когда российские капиталисты вывозят за рубеж капиталы, на которых либо покупают там заводы, либо на эти капиталы строятся новые заводы. Эксплуатируется тамошний рабочий, прибыль выкачивается сюда. Так вот вопрос. Вот эти 30 миллиардов это вывоз капитала или что-то иное. Здесь звучала правильная мысль догадка, что это не вывоз капитала, а это вывод прибыли. Потому что наша статистика того Центрального банка дает нам список стран, куда вывозится капитал. И там каждый год, и за все время. Вот за все время наблюдений, это так называемые накопленные остатки вывоза капитала, они достаточно большие, тоже порядка 300 миллиардов долларов за все годы. Так вот эту цифру запомнил, на 21 год, 188 миллиардов долларов, долларом эквиваленте, было вывезено в одну страну. Называется Кипр. В числе списки крупнейших получателей якобы капиталов, вывоза капитала российских олигархов, как их называют, предпринимателей, бизнесменов. Следующие страны будут, там могут не по порядку, по памяти, значит, Сингапур, Люксембург, Кипр, Багамские острова, Северские острова и прочее, 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 и прочее, прочее, и прочее. Да. Значит, вы можете назвать хотя бы один завод, построенный на Кипре или бы в Люксембурге? Наверное, за те миллиарды долларов, которые вывезли на Сейшельские острова, где они находятся? Куанг, или Багамские острова, там, Карибы, да, и прочее. Там, наверное, наши капиталисты вот из этих долларов зеленых, они тротуары мастят, наверное, больше ничего не могут делать. Но я, сказать, иронизирую. Есть, значит, вот эту статистику надо брать с другой статистикой. Есть еще цифры, Центральный банк Российской Федерации дает, это ввоз капитала. Ну, называют все инвестициями, красивое слово, инвестиции. Сколько ввезено и откуда, из каких стран. Так вот, вы найдете удивительное совпадение, что Центральный капитал в большей части поступает в Россию вот из тех стран, куда якобы они вывозятся. И на первом месте с колоссальным отрывом идет Кипр. Там разница может несколько миллиардов рублей, там, 188 миллиардов вывезли, а где-то 180 везли миллиардов долларов. 8 миллиардов по пути потеряли, но я так понимаю, да, совершенно правильно. Наверное, купили там где-то яхты и прочее, дворцы и так далее. Ну, о чем это говорит? То есть, туда деньги выводятся российскими капиталистами. ведь эти страны, они какой статус имеют? Офшор. Совершенно офшор. Это что такое? Офшор, да? Это страны налоговые, страны, которые дают максимальные налоговые льготы. Туда можно перевести свои капиталы, заплатить минимум налогом, таким образом легализовать и дальше направить по другим путям. То есть, что получается на самом деле? То есть, даже эти 30 миллиардов, которые там плюс-минус каждый год вывозятся, это не вывоз капитала. То есть, мы с большим основанием можем сказать, что это вывод прибыли российскими капиталистами за рубеж. А вместе с прибылями, если мы туда залезем, мы, по-моему, частично рассматривали, выводится и часть денежных средств, предназначенных на амортизационное отчисление, то есть, это просто восстановление основных фондов. И часть то, что могли бы отправить на выплату заработной платы. Все туда будет. Там легализуют и затем под видом иностранных инвестиций возвращают в Россию. Но эти деньги уже тяжело будут отнять, потому что это уже деньги не наших капиталистов, это уже иностранные инвестиции, это тяжело, это серьезное дело. то есть, поэтому вот эти цифры, это только частичные, говорят о том, что вряд ли, что вывоз капитала для российского капитализма является решающим или определяющим по отношению к вывозу товаров. Еще два примера. Вот крупнейшая наша монополия какая? Газпром. Это действительно не только крупнейшая Россия, она входит в список крупнейших монополий мировых. Можно сказать, международные монополии. Они сейчас все эти монополии, которые торгуют за рубежом, обязаны давать известную информацию, в том числе годовые отчеты, любопытные документы. По итогам, по-моему, 21-го года я ознакомился с таким отчетом Газпрома. Они сейчас красочные. Две таблицы, два изображения земного шара. Первый называется «Куда вывозят капиталы? Какие страны?» Капиталы, где функционируют заводы Газпрома, заводы, принадлежащие Газпрома. А это действительно вывоз капитала. 20 стран. На другом листочке тоже изображение земного шара заштрихованы страны, куда вывозят товары, то есть газ и продукция газопереработки. Почти весь мир закрашен. По-моему, 120 или 130 стран, куда вывозят Газпром товары. То есть даже для нашей крупнейшей российской монополии вывозу товаров характерен, причем газ это все-таки сырьевая монополия. Сырьевая монополия. Вернемся к вывозу товаров. В лучшие годы 500 миллиардов долларов. Большая цифра. Сейчас где-то 300-350 миллиардов долларов. По своей натуральной вещественной составляющей, кто-нибудь обращал внимание, что из себя представляет вывоз товаров? Сырье в основном. Совершенно верно. Если коротко, вы совершенно правы, это сырье. Сколько процентов? 60, наверное, да? Ну, смотря что считать. Если брать сырье, то, наверное, столько. А есть может даже поменьше. А есть еще так называемая продукция первичной обработки. Да, это уже фактически сырье. То цифры будет больше. Вопрос на засыпку вам. Вот такая структура экспорта характерна для какого типа стран? Совершенно верно. Совершенно верно. То есть выводы получаются вот из этих цифр сами. Поэтому российский капитализм пока не дотянул в этой части вопроса до вывоза капитала. Я хотел бы поделиться. Пожалуйста. Я потерял мысль нить ваших мыслей и подумал о чем. Во-первых, надо уточнить понятие капитала. А капитал на мой взгляд четырех видов. Это основной капитал. Станки, оборудование, механизмы. Наши страны не вывозятся, они ввозятся. Оборотный капитал, правильно сказали, сырье, материалы, тоже не вывозится, оно вывозится, экспортируется сырье на. Третий вид капитала это ценные бумаги, фикселя, акции, облигации, далее дереводилы, так называемые, фьючерсы, форварды и так далее. Это тоже ввозится к нам. И наконец валюта, то есть деньги, в собственном смысле капитал, он тоже не вывозится, потому что рубль не котируется на мировом финансовом рынке. И получается, что снова же Россия отстала довольно экономически страна. Страна почти третьего мира получается. Я с вами соглашусь с вашими примерами. Единственное, что понятие капитала, оно же всем известно. Это самая возрастающая стоимость, самое общее понятие. А уже дальше от него идем виды капитала. Капитал подразделяется на постоянный переменный, на основной оборотный. Это уже другое. Так а что вы хотели выяснить этим? Я не могу понять. Вы не блядь все банальные общие правы. И все знают, что Россия сырьевая. Есть тенденции. Ну как вот берешь иных трибунов в кавычки и вот они выходят и говорят Россия эмпилистический хищник, Атуева и прочее прочее. Если повести аналогии, то буржуазия и мелкая буржуазия. Мелкобуржуазия в этом плане то Россия вывозит станки, вывозит средства измерения. Россия строит атомные станции. В СМД. Ну да. и что? Сейчас еще. Какая разница в Европу, в Китай или куда? Она большая разница. Нет, большая разница. Давайте по-дному. Если мы вывозим объемы, можно говорить о том, что сопоставлять объемы того-другого, а говорить, что если она вывозит в Европу это нормально, а если она вывозит в Китай это не серьезно, это смешно. Какая разница куда? Отсюда отставание. Если она будет вывозить объемы больше, чем другие характеристические страны, по-моему, в Австрии, у меня в Австрии, что она перестанет быть экономически развитой. Да не развитой. Давайте по очереди, пожалуйста. Да, я вот продолжу за товарищей мысль. Есть ли смысл уточнить этот момент? Мы когда говорим, есть империалитические хищники страны, есть зависимые страны. Это какие-то абсолютные понятия или все-таки надо брать в зависимости от того, по отношению к кому страна является хищником. Если мы говорим про Соединенные Штаты, здесь понятно, что тотально говорит, что это. Но можно ли мы говорить, что по отношению к Соединенным Штатам Россия является зависимой страной, а по отношению к каким-то другим странам, менее разным, может быть, имеет признаки империалитического хищника? Я не скажу, что является хищником, но имеет признаки. Так можно говорить, или это некорректно? Я думаю, это некорректно. Давайте вернемся в историю развития капитализма. Какие отношения между странами капиталистическими еще до эпохи монополистического капитализма? Какие отношения? Дружеские или кто кого съест? Не просто конкуренции, войны постоянные. Даже сейчас возьмите любые капиталистические страны, которые граничат между собой, любые из двух суд. Вы всегда, если внимательно посмотрите на их отношения, обнаружите проблемы у них. И территориальные, и прочие, доходящие до военных столкновений. Они только конкуренции. Это первое. Второе. Ну, понятное дело, более крупная страна капиталистическая всегда будет стараться давлять не просто конкурировать, а эксплуатировать по возможности более слабую страну. В любом случае. Поэтому здесь, наверное, корректнее сказать, что крупная по размерам капиталистическая страна, средне развитая, пытается эксплуатировать более слабые, еще более слабые страны, соседние, граничащие с ним. Но, собственно, к империалистическим хищникам это относятся только те, которые, если мы берем эти признаки, характеристики империализма, они же не рядом положены, вот эти пять признаков, которые Ленин вывел в своей работе, они выводятся один из другого. А это те государства, чей финансовый капитал поделил весь мир между собой, всех остальных. Поделил. Я же приводил на своих... Вы что в Российскую империю внесли? Вот туда революционные хищники? Конечно, да. Они строили заводы, они вывозили капитал, или они точно так же зерно торговали, как сейчас нефть торговляет? Ну, какие аналогии? Можно сказать, тоже Антония была характеристическим хищником, вот там Германия была Франция, была Россия, что там как раз французы строили заводы, англичане строили, то есть, ну... Территории захватывались активно. Территории захватывались, капитал-то не вывозился. Но какие территории захватились? Ну, всю Азию. Железная Доруссия, Иран. Польша, и Читая. Где Польша? Китай была попытка, ну, правда, на Валерии. Попытка, где тогда? Железная Дорогия, сколько миллиардов Россия потеряла? Это 4 миллиарда потеряли, а меньше. Здесь нельзя брать вот отдельный какой-то момент, а вот брать в совокупности всех вот этих признаков, которые доводятся до экономического и территориального раздела мира. Мир был разделен между крупнейшими государствами. Крупнейшие были, вот, пожалуйста, Великобритания, Германия, Франция, США, Россия, Япония. Крупнейшие. Вполне возможно, к ним можно еще кого-то отнести. Это крупнейший. Бывали Россия в таком случае геористическим хищником по тем критериям, которые Вы только что озвучили, которые применяли к современной России? В те годы, то есть, лишний метод назад... В те годы были другие критерии? Нет, те же критерии были. И в те годы Россия относилась к ним. Поскольку в группе вот этих стран в конечном итоге финансовый капитал, который в России был налицо, он участвовал в территориальном и экономическом разделе мира. И мир был поделен между этими крупнейшими государствами, которые можно назвать необязательными. Не обязательно это? Хорошо, но это был один из критерий, которого Вы начали применять к современной России. Один. Вот потому, что последовало, мы сказали, взяли, может быть, это и неправильно, может, надо последовательно взять. Давайте начнем последовательно, по порядку. Хотя вывоз капитала это один из вот этих списки признаков империализма. Он такой яркий. территория сейчас активно не захватывается, не перезахватывается по-первыхому. Значит, вот здесь это изменение. Значит, сто лет назад образовалось... Вот резонное Ваше замечание, значит, сто лет назад мир был поделен не только экономически и территориально. То есть, была образована колониальная система. Колония-то какая страна? Которая потеряла, не имеется политической независимости. Сейчас ситуация другая. Я не могу сказать, есть ли колонии, может, какие-то единицы. Подавляющая часть капиталистических государств являются политически независимыми. Ну, формально, во всяком случае. У них есть свой флаг, гимн, свое правительство, но они являются зависимы от крупнейших империалистических хищников. И это... Нет, они развиваются. Вот я хочу сказать, что сейчас колониальной системы нет. Ведь, может, на этом основании могут некоторые сказать, ну, вот видите, колониальной системы нет, значит, все это отправим в архив эти, так сказать, работы Ленина, прочие его выводы. Ведь колониальная система это что такое? Система ограбления, так сказать, крупнейшими странами, более, так сказать, слабых, зависимых. Система осталась? Осталась. Только она существует при некоторых других условиях, при политических, якобы, независимости этих государствах. Но система ограбления остается. Она более того, она более развитая. Вот мы можем рассмотреть и показать те моменты, которые изменились. Я могу сейчас в оставшееся время все это обрисовать очень популярно. Особенно, сказать, в финансо-экономической и банковской сфере. Кто там является хищником настоящим и где место России? Если есть желание, давайте, у нас время есть, мы рассмотрим. Значит, начнем из чего? Вот банковская сфера. После Второй мировой войны, когда образовался один крупнейший хищник, он продиктовал, как будет функционировать весь мир по системе расчетов, кредитования и прочего, прочего, прочего. Были созданы соответствующие инструменты. Значит, главная валюта мировая, я не беру пока социалистический лагерь, так назовем, какая? Доллар США. Есть евро. Ну, это тоже представитель, так сказать, другой группы этих самых империалистических хищников. Так вот, до Второй мировой войны такого не было. Это новое явление. Давайте по порядку смотреть. Значит, я такой даже пример приведу. Есть две страны, Россия и Китай. Крупные страны? Да. Крупные. Вообще, помощь Китая уже по ВВП, по ряду показателей, он обошел Соединенные Штаты Америки. Россия – крупнокапиталистическая держава. Находится, но в конфронтации прямой с главным империалистическим хищником Соединенными Штатами Америки. Вопрос на засыпку. В каких валютах или в какой валюте осуществляются расчеты о взаимной торговле России и Китая? Ну, насколько я знаю, пока что пытаются уйти от доллара. Уж ли я, не знаю. Отвечаю на вопрос. Вы правильно мыслите. Здесь основные валюты. Доллар США и евро. Вот удивительное дело, да? Ну, как это может быть так вот понять? Нет, я могу сказать, почему. Потому что, ну, допустим, взять... Потому что крупнейшая капиталистическая держава Соединенных Штатов Америки диктует свои условия и никуда от этого пока не деться. Ну, на доме просто можно купить все. А если какие-нибудь... Вот именно. ...групии... Вот именно. Это уже последствия. То есть, Соединенные Штаты Америки создали такую систему ограбления, вообще господства, то от нее пока никуда не деться. И здесь масса как бы дополнительных примеров. Вот идем банковская система расчетов. Давайте такой пример приведем. Хороший пример. Ну, предположим, вы представляете российский банк. Так. А вы представляете банк какой-нибудь страны американской, Латинской Америки. Так. Вот российская компания заключила контракт с бразильской компанией импортной. Что-то покупает кофе, да? Нужно перевести деньги. И вот российская компания в российском банке вот у вас имеет счет. Нужно перевести деньги. У вас найдется там 100 рублей бумажкой? Нет, ничего никого нет. 500 рублей. есть тут? Давайте, вот-вот-вот-вот-вот-вот сейчас у представителя. Да. Вот они, денежки. Так? Нет-нет, и пока. кофе нам не нужен. Кофе нам не нужен. Вопрос на насыпку. Ну, понятно, это дело сложно, на поверхности явления не лежит. Вот как осуществляются расчеты в данном случае? Все же нас со всех трибун кричат, что Россия там участница мировой системы расчета, все мы туда внедряем сюда международную систему. Как вы? Во-первых, совершенно верно, это будет доллар в США. Это будет доллар. Это будет рубль? Нет. Это будет бразильский реал? Нет. Реал? Нет. Реал? Нет. Это будет доллар. Это во-первых. А во-вторых, а коли доллар, как идет система расчета? Вот она сделана была, и она такая сейчас популярная, объясню. вообще-то теоретически можно сказать, что вот эти два банка, российский банк и бразильский, должны заключить соглашение и открыть у себя счета. Вот вы правильно мыслите. Счета, которые открывают банки друг у друга, называются корреспондентские счета. Ну, если компании открывают текущие счета, корреспондентские счета. Этого никто не делает. Это настолько расточительная тысяча банков невозможно в принципе сделать. А что делается? Если расчеты в долларах, а это так, ливаться некуда, то тогда и российский банк, и бразильский банк открывает корреспондентские счета в каком-то банке-корреспонденте американском. Вот я представляю банк-корреспондент американский. Я открываю вам счет. Вы хотите привести денежки, да? Пожалуйста, вот ваши денежки, вот вам ваш корреспондентский счет в банке американской. Вот ваш корреспондентский счет, видите, вот денежки. Будьте спокойны, денежки останутся в целости и сохранности. Значит, ваша компания российская хочет перевести миллион долларов бразильскому контрагенту в плату за поставки кофе. Она дает поручение вам, поскольку деньги держит в российском банке. Российские банки дают поручение американскому банку перевести миллион долларов на счет бразильской компании. А бразильская компания держит счет в бразильском банке, а бразильский банк в американском банке к экспоненте. Я получил. Я исполняю все дело мгновенно, секунды. Я с вашего счета списываю денежки, перевожу деньги на ваш счет. На ваш счет. А почему вы улыбаетесь? На ваш счет. Вы не верите? Это ваши денежки, они в целости сохранены. Вот это и шутка, и всерьез. И что произошло? Что произошло? Сделка будет совершена, потому что вы, как бразильский банк, скажете, деньги от российского контрагента получили. Значит, бразильская компания даст отмашку и пароходом перевезут мешки. И на компьютере вы их видите. Да. А вот что на самом деле? Во-первых, это мы отдельно рассмотрим. Доллар США, так? Второе, через американский банк. Вот я показал, деньги, то есть вы получали выписки, бумажки, в электронном виде, что все нормально, все совершено, и вам все нормально. А где настоящие денежки были? Они как были в американском банке, так и остались. Они от него никуда не уходили. и на эти денежки я могу дать кому-то кредит. А вы мне вернете, только вернете побольше, процентами. Пожалуйста, спасибо. Во-вторых, в долларах США, вот чтобы доллары США, вот российский банк открывает корреспондентский счет в американском банке, там должны быть денежки, чтобы провести расчеты, как минимум миллион. Откуда этот миллион получается? Но если прокрутить всю это значит, что на миллион каких-то реальных товаров из России должно поступить Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки пусть компания нажмут на кнопочку, сейчас печатать деньги не нужно, сейчас нажал на кнопочку, пожалуйста, в электронную миллиону, перейдут туда. Последние цифры, которые встречал, в мире ходят порядка десяти триллионов долларов. Десять триллионов. Нет, это всего. Десять нет, они обеспечены мощью политической, экономической, военной Соединенных Штатов Америки. И вы говорите, они ничего не обеспечены. Я задавал немножко, Пиктор Иванович, вот и реал, и рубль, они же будут обмениваться по некоему валютному курсу. Пристегнут над долгом. А за валютным курсом всегда троится ППС, так называемый, паритет покупательной способности. А за ППС там более тысячи наименований реальных товаров. Не хочется, конечно, я не знаю, что там за товары, но там, видимо, ведущие товары стран, которые они производят. Получается, что сила любой валюты и доллара, и рубля отражает только силу тех товаров и услуг, которые производит данная страна. Я правильно это отдельный вопрос, но он пока вот как бы стоит косвенно к той теме, которую мы обсуждали. Поэтому мы ругаем доллар, евро. Мы не ругаем. Но надо забывать, что промышленность американская, европейская, она на порядок выше других промышленностей. вот, то есть... Америка это крупнейшая экономическая держава в экономическом плане и политическом, и военном. То есть, если коротко, вся мощь Америки стоит за этим долларом, за этими десятью триллионами и шестью или семью триллионами золотовалютных запасов, которые держат другие страны. То есть, первое, значит, Америка нажала кнопочку, десять триллионов вот есть, бумажек пускай назовем по-старинному. Соответственно, чтобы другие страны, а они пользуются им, на десять триллионов долларов уже перевели реальных товаров. Реальных, которые пользуются, так сказать, Соединенные Штаты Америки. Следующий момент, что такое инфляция? И это много моментов. Мы сейчас идем по цепочке, может, я беру наиболее такие яркие, на мой взгляд. Вы знаете, такое явление инфляции? Помните, кто может назвать, что такое инфляция? Совершенно верно. Нет, нет, вот совершенно правильно сказано. Повышение цен на все товары, кроме товара рабочей силы. С точки зрения государственного монополистического управления, это один из методов управления экономикой. Это перераспределение фактически. То есть, буржуальное государство перераспределяет национальный доход, от одних в пользу других. Ну, прежде всего, так сказать, со своих трудящихся в пользу финансового капитала. Так вот, американский финансовый капитал не только своих трудящихся грабит. Потому что, в прошлом году, какая инфляция была в Соединенных Штатах Америки? По-моему, 8% официально. 8%, да. То есть, настолько обесценился доллар. Соответственно, американские трудящиеся потеряли, но и все остальные страны. Вот 10 триллионов, которые находились на руках, в карманах, в банках, в золотовалютных резервах, я не знаю, правда, золотовалютные резервы, отдельно будем брать. 10 триллионов долларов. Они проходили на сколько? 8%? 800 миллиардов долларов. Сколько это в рублях будет? Кто может посчитать? На 70. На 70. А, на 70. 56 триллионов? Да, 56. Это два годовых бюджета Российской Федерации. Самошедшие деньги. Огромные деньги. Но где-то обыло, где-то прибыло. Кто потерял в результате этой инфляции? Владельцы долларов. Слушали, в нашем примере российская компания, российские банки все потеряли, да? А кто приобрел? Соединенные Штаты имеют. Вот как с куста. Вот здесь ничего не нужно. Ни заводы строить, ни товары производить, даже никакие операции не нужны. Взяли 800 миллиардов со всех понижений. Причем, в первую очередь, не сами Соединенные Штаты, а Федеральная резервная система, которая это один из органов власти, системы власти Соединенных Штатов Америки. А власть там дружуазная, ядро является финансовый капитал. Понятно. А где российский рубль? Вопрос. Несколько лет назад есть такая организация, SWIFT называется, слышали, наверное, да? Система международных расчетов. Выполняет важнейшую функцию, то есть все вот эти коммерческие банки, их тысячи, наверное, по всему миру, они объединены в этот SWIFT. Это система сообщений. Эта организация обеспечивает быстрое, так сказать, вот это передачу сообщений банковских, соответственно, совершение операции. Дают статистику. Я смотрел, ну, наверное, года 4 или 5 назад. На первом месте предсказуемо, какая валюта. Доллар США, на втором евро, немножко там есть японские иены, фунта стерлинга, по-моему, старовейского доллара. И во втором десятке, ближе к концу, я обнаружил рубль. Я даже запомнил цифру. Доля рубля в международной системе расчетов 0,26%. Я помню, что-то с математикой меньше одного процента, это уже считается величиной погрешности, да, можно брать. Так вот, Елена Николаевна Морозова посмотрела недавние цифры, так вот рубля там нет вообще. Ну, как можно говорить о какой-то мощной империалистической державе? И вообще... Какая, так вот... А юань там есть? Юань есть, да. Не помню, могу ошибиться, но порядка 4-5% и это отражает возрастающую долю в Китае. Возрастающую долю, да. И в золотовалютных резервах есть, Юань. Ладно, и... С вопросом, с которого вы начали, является ли Россия эфиристически? У меня осталось два вопроса. Какая разница? Могут является или нет? Это что-то принципиально меняет? это применяет в оценке многих связанных явлений. Например, вот в оценке понятия фашизма. Ну-то. Хорошо. Ну, мы к этому не перешли, но я упомяну, куда вы. А второе, если... То есть, как... Пока то, что вы говорили, очень похоже на то, что одни штаты. Или у нас все-таки есть сейчас перечень эфиристических хищников, которые... Никакого перечня утвержденного какой-то комитета нету. Нет, он никаких утвержден, но есть критерии, по ним можно определить. Я выскажу свою позицию, основываясь на вот моем понимании ленинских признаков характеристик империализма. Мои коллеги, товарищи по Красному университету, наши преподаватели, ученые, в принципе, единую позицию имеем. На сегодняшний день один главный хищник Соединенных Штатов Америки. Вокруг него другие, поменьше хищники. Можно перечислить. Германия, Великобритания, Франция, возможно, наверное, Италию и так далее. Но это вопрос все-таки отдельный, я бы пока оставил в стороне. Но вот эти страны, Великобритания, Германия, Франция, Точно. Можно назвать империалистическими хищниками. И действуют они в связке с главным хищником Соединенных Штатов Америки. Какая это связка? Могу только образный пример привести. Вот из природы. Есть такая огромная акула, которая пожирает всех. Вокруг не помельче плавают акулы. Помельче акулы, которые в мире этих хищников какие отношения? Ну, с одной стороны, наверное, они загоняют жертву, может, принимают участие, вместе накидываются, дробят, но кто больше, тот больше кусок откусит. С другой стороны, если сам задеваешься, тебя же тоже. То есть, собрать покрупнее хищник, кто же съест. Вот такие там отношения. Конечно, они делятся между собой. Есть главный, а эти помельче. Тогда вопрос Китая. Китай – социалистическая страна. Индия. Политическая. Индия – крупная капиталистическая страна, которая сейчас по объему, нет, по объему, она находится на третьем месте, если не ошибаюсь. Но я бы, какие критерии? Это чисто экономический анализ. Вот я не вижу никаких причин называть Индию, причислять к империалистическим. Ну вот я нигде в том списке, не полном списке всяких там критериев отнесения к империализму где-то вот Индия прозвучала, либо Рупия, но нету. Ну просто если для АРФ принципиально, является ли она индивистическим хищником? Она в наше внутреннее сделано. Полнее возможно. Что Китай очень много предприятий создал добывающих, особенно в Африке. Это как относится к вывозу капитала? Африка, Казахстан, наша средняя Азия. Китай, кстати, экспортирует товары больше все равно, чем китала. Значит, давайте так вот, общая позиция следующая, в политической сфере Китай социалистическая страна, а в экономической не социалистическая. А в чем социалистичность политической сферы Китая? Там была совершена социалистическая революция, установлена диктатура пролетариата, власти находится коммунистическая партия. А в экономике там переходный период идет. Переходный период характеризуется наличием многоукладности. Там есть и социалистический или коммунистический уклад, называемый. Капиталистический уклад есть, мелкотоварный уклад. И характеризую, я закончу, содержание переходного периода очень простое. Она была такая формулировка еще в советское время, кто кого. либо социализм победит, социалистический уклад вытеснит, мелкотоварный, капиталистический, либо наоборот. Если капитализм победит, то Китай будет так же, как и СССР, возвращен в лагерь капитализма. Будет капиталистическая страна. Если обратно. И сейчас сказать, кто победит, я не могу. там идет борьба. Отвечу очень просто. С волками жить по волчей. он ведет себя как капиталистическая страна, можно его к капиталистическим личникам относить? Можно к нему эти капиталисты? Нет, Да не поэтому. Империалистическая страна это какая страна? Та страна, где господствует финансовый капитал. Я буду совсем укорачивать. Такой финансовый капитал, который выходит за пределы своих стран экономически и территориально делит другой мир. Но нет господства финансового капитала в социалистической стране. Давайте возьмем период СССР, когда еще до буржуазной революции, до обратного переходного периода от коммунизма к капитализму. Строили заводы? Строили. Огромное влияние было и политическое, и экономическое. Но это не была эмпилистическая страна, это было влияние другого порядка. Да. Может быть вопрос? Если эмпилистическая страна вывозит этой политической страны, то социалистическая страна, если занимается постройкой заводов за бюджетом и так далее, как это туда называется? Это же не вывоз капитала. Они же не получают определение вот этого процесса. вывозят? Если они капиталистические страны, то они получают это. Советы социалистические не помогают создавать фактические государства. Если там нет господства финансового капитала, то что выводится? Капитал или что-то другое? Я в этом сейчас не могу разобраться. Как это правильно вывозить? если есть вывоз капитала, это имеется в виду, что самая возрастающая стоимость. Я знаю, что Бритиш Петролиум инвестировали в Россию, слышал такие цифры, что вроде миллиарда долларов, и за 20 лет они получили вывоз капиталов. понятно. Это капиталистическая страна. Сейчас весьма верно, что социалистическая страна, куда она этим занимается. Это вывоз капитала или это некапитал? Или понятие капитала может существовать и социалистическим способом? Нет, не может существовать. Давайте определение оттолкнуть. Вывоз капитала это что? С целью получения прибыли. Если есть прибыль, значит вывоз. А если нет прибыли, значит Вопрос в том, какая часть, там же у них есть государственный сектор и очень большой частный сектор. И этот частный сектор делает. Доберите крупный 50 на 50. Там идет устошенная борьба и в политической сфере, и в коммунистической партии, и в экономике. Ну посмотрите, среди банков крупнейшие какие банки? Китайские. Я государственные банки. И так и должно быть. Китайские капиталы. То есть, даже если есть компакты вывоза капитана, то это, скорее всего, симптомы, ну и проявления капиталистической части Китая, но не является проявлением политики непосредственно социалистической страны в целом. Нет, это политика социалистической страны, конечно. А, социалистической. Ну да. И на счет того, что у них есть еще другие классы, ну и бесплассы больше, мы можем увидеть и вырос какие-то бывшие там нет еще, там классовое общество. Китай классовое общество. мысль появилась. Да. Вот если взять вот на одном полюсе страну, которая вывозит капитал прям абсолютно и на другом полюсе страну, которая там только ввозит капитал, можно назвать это как нечто иное, а между ними будет эта широкая граница. Это будет просто граница все остальные страны, которые там частично вывозят, частично вывозят. это глубокое философское обоснование, его надо обдумать пока. А вот кто-то говорил и помнит то, что в Китае нет Советов, у нас была советская власть, а в Китае нет Советов, или это не соответствует дизельность? Вы знаете, по названию я не могу сказать, какие сейчас органы власти по названию. Ну вот у нас было движение по созданию Совета, а в Китае я так понимаю, что там революция началась с национально-разводительного движения, и есть ли там такой институт именно Советы? Советы в своем изначальном понимании, как избираемые от производственных коллективов, точнее органы власти формируют там по городам, а первичной ячейкой является завод, то я думаю в Китае такого нет. Я во всяком случае не встречал. Но мне, так сказать, я думаю, требуется еще время дополнительства посмотреть. Ну вот в синей книжке, которую Михаил Васильевич издал, там в одной статье было написано, что у них на каждом даже политическом предприятии есть ячейка Компартии. Вот ячейка Компартии это и есть, но это другое дело. И в СССР тоже у нас на каждом предприятии были парткомы, были партийные организации. А сама система власти уже после 1936 года формировалась по территориальному округу. Это несколько иное. То есть это как бы спасало. То есть Коммунистическая партия была правящей. А как она действовала? КПСС у нас через партийные организации на предприятиях. То есть она формировалась как бы по производственным округам, назовем это дело. Это в известной степени спасало ситуацию. его движение было через предприятие. Это тоже дополнительный фактор, как бы оттягивающий ситуацию контрреволюции. Так, заканчивать тогда. У нас время подходит к концу. Значит, вопросы вывешены на СДО и на семинаре. Тогда мы обсудим в течение двух часов все вопросы. Если какие-то будут мысли еще замечательно, подискутируем. еще можно сделать вопрос о крупной речне. Астрономический долг США и другим странам в том числе, он как-то влияет на ситуацию в мире и на экономию? Ну, безусловно, влияет. А что из этого? Ну, а в какую сторону оттуда? 30 миллионов, да? А, минимум, 31 уже. Вот на ваш вопрос отвечу вопросом. Вот идет специальная военная операция, военные действия на Украине. На одной стороне Россия, на другой стороне в том числе Соединенные Штаты Америки. Степан Степанович, кто оплачивает военные действия противников России? в том числе и Россия. В том числе совершенно верно. И напрямую, и опосредственно. Вот какая хитрая система сделана Соединенные Штаты Америки, что Россия частично оплачивает армию Украины, которая воюет против России. Вот так вот. Насколько все перепутано и противоречиво. Украина будет рассчитываться по своим долгам. Это вы мне вопрос задаете. Спасибо. Через неделю встречаемся, но не здесь, напоминаю. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова